Сегодня Югра вместе со всей страной отмечает День воздушно-десантных войск. Сейчас в нашем регионе проживает более 5000 бывших десантников, а ежегодно в ряды ВДВ отправляются 10-15 югорчан-срочников. Все новобранцы проходят серьезный отбор. Десантником может стать не каждый. Ну а те, кто уже прошел службу, 2 августа под давней традицией собираются вместе и вспоминают армейские дни. Не стал исключением и нынешний год. Тему продолжит Алексей Шабанов. С парашютом Дмитрий Лызлов прыгал 10 раз, но говорит, что это не главное. У его подразделения спецназа ГРУ была иная задача. Их учили устраивать диверсии на территории противника. После учебки Дмитрий попал на Кавказ, где и прослужил до демобилизации. После остался по контракту. В итоге вместо двух лет служба растянулась на пять. Домой в Сургут он вернулся лишь в 2000-м ветеранам боевых действий с тремя ранениями. Ну, хорошо проходили рукопашные бои, миноподрывное дело, горная подготовка была. Санинструктор первая помощь доврачебная при ранениях. Диверсатные работы. И дождь им совсем не помеха. Нижневартовские десантники сегодня пришли на Комсомольский бульвар, чтобы почтить память своих погибших товарищей. Этой традиции ветераны ВДВ никогда не изменяют. Здесь, на мемориале, увековечены имена 38 вартовчан, которые погибли в Афганистане и на Северном Кавказе. Когда я смотрю на вас, вспоминаю своего сына. Какой бы он сейчас был мужик крепкий, здоровый и стоял в этом же ряду. Но афганская война забрала его. Я хочу, чтобы ваши внуки уже, у многих уже внуки, дети не знали, что такое война. В ближайшее время в столице Самотлора может появиться сквер десантников с памятником легендарному основателю ВДВ Бате Маргелову. Союз уже объявил сбор средств. Для этого открыли специальный счет, на который каждый желающий сможет внести пожертвования. Мы решили, что каждый десантников, если положить тысячу рублей на счет, то мы тогда на строительство памятника Василию Филипповичу Маргелову, и мы тогда посчитаем, сколько у нас в городе десантников, и какие у нас десантники в городе. Правильно, нет? Да, точно. Так точно. Оставшаяся часть праздника пройдет в режиме только для своих. Там, куда посторонних не пускают, десантники вспомнят годы службы, товарищей, взлеты и приземления. Алексей Шабанов, Евгений Неупокоев, Сергей Зайкин, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск, Сургут.